Здравствуй вас. Я так рад, что вы сегодня снова смотрите нашу программу. В прошлый раз мы начали говорить о том, что Павел имел в виду, когда писал в послании Галатам, что он умер без закона. Верой он был един за Христом, а это означает, что Иисус на кресте заплатил за вину Павла, и он уже не жил законом. И это действительно и для всех других, верующих в Иисуса Христа. Но означает ли это, что мы, христиане, живем без закона? Или что есть какая-то другая мотивация к соблюдению Божьего закона? Об этом и не только. Вы узнаете прямо сейчас в этой проповеди. Итак, стихи с 15 по 21. Из 2 главы послания Галатам. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веруя во Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться веруя во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником, законом. Я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу, верую в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. Ну, а если с законом оправдания, то Христос напрасно умер. На этом все. Аминь. А теперь можете присаживаться. Вот что констатирует здесь Павел. Это фундаментальные слова. Мы живем не по закону. Мы живем по вере. Поэтому Павел говорит в девятнадцатом и двадцатом стихах. Этот закон, древний закон Моисеев, а также законы традиций и все с этим связанное, я умер для этого. Это была его следующая мысль. У закона не может быть больше претензий ко мне. И вот что он написал. С законом я умер для закона. Что же он хотел этим сказать? Он только что сказал, что он со Христом, что он един со Христом, и что он уверен, что наш Небесный Отец навеки соделал едиными со Иисусом избранных Божьих детей и крепко связал их с Ним. И когда Иисус взошел на крест и умер, они были в сердце Иисуса. Они были распяты вместе с Ним. Они умерли вместе с Ним. И я оправдан. Приговор закона в отношении меня уже был вынесен. И, друзья мои, когда я умру, когда меня казнят, какие же претензии тут может иметь закон? Я надеюсь, вы понимаете, о чем тут идет речь. Мое наказание уже было совершено. Меня уже казнили. Надо мной уже было сказано слово закона во Христе Иисусе. И теперь меня уже не подловишь снова законом. Вы же не можете два раза быть приговоренными к смерти. Какой-нибудь смертной казни. Одного раза вполне достаточно. Я больше не раб закона, ведь закон получил все то, что он хотел. А именно мою смерть. Я умер, поэтому Павел и написал такие слова. Я даже добавлю такие чудесные слова. Законом я умер для закона, чтобы жить. Для Бога. Тут речь идет о воскресении. И далее. Я сораспялся Христу, и уже не я живу. Так он говорит, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И тут мы приходим к абсолютно чудесной сущности благой вести. Вся тайна заключается в том, что Дух Святой обитает в наших сердцах, и через Него мы в вере смотрим на Иисуса и живем в Нем в близких отношениях с Ним, в поклонении и покорности Ему. Живем мы по Библии и взираем на Иисуса. И вот когда мы взираем на Него, тогда Дух Святой меняет в нас то, что мы пытались достичь с помощью закона. Это уже совсем другой путь. И да поможет нам Бог понять все это. А вы ведь знаете, да? Эту прекрасную старую песню. Душа моя лишь к Иисусу, ты взор свой стремляй, так за тебя страдал Он, чтоб ты попала в рай. Боли вину забрал Он, открыв на небо дверь, ты на Него лишь взирая и в милость Его верь, устремляйте свой взор лишь на Иисуса. При этих словах мне всякий раз вспоминается история о юном Чарльзе Сперджоне, который позднее стал известным проповедником пробуждения в Лондоне. Как-то, будучи еще совсем юным, он направлялся в Лондон и попал в такую сильную снежную бурю, что ему пришлось искать себе укрытие. И вот он зашел в какую-то арку и услышал, как на заднем дворе пела небольшая группа людей. Услышав их, он подумал, там-то точно тепло, пойду я туда. И пошел на звуки пения, там он увидел некоего пожилого господина. Вероятно, это был какой-то образованный богослов, и он читал проповедь, которая называлась «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли». Сперджон задумался над этими словами, а человек, читавший проповедь, как и я сегодня постоянно повторял своим прихожанам «Обратитесь к Иисусу! Обратитесь к Иисусу!» Сперджон стоял там и недоумевал, что значат эти слова. «Обратитесь к Иисусу!» Почему он постоянно их повторяет? Куда надо смотреть? И тут он услышал, как этот пастор обратился к нему «И вы, молодой человек!» И тут пробежала какая-то искра. Внезапно, благодаря Духу Святому, он понял, что ему попросту следует обратить свой взгляд на распятого Иисуса, который сделал для него все. И этого было достаточно, чтобы спасти этого человека. Когда кто-то спрашивает, «Что мне нужно сделать, чтобы получить достаточно благословения, чтобы предстать перед Богом?» то ответ звучит так. Просто обратите к нему свой взгляд. Взгляните на Иисуса, начните на Него уповаться. Поверьте в то, что Он сделал для вас. Разумеется, сейчас вы хотите спросить, «Да, пастор, если закон не способствует обретению спасения, то тогда получается, что можно творить беззаконие. Разве ваша церковь не мучит тому, что нужно соблюдать десять заповедей?» И поэтому я считаю, что будет важно это обсудить. Павел не говорил об этом подробно. Он просто сказал эти слова. Ему было ясно, что делами закона не оправдается никакая плоть, а то, что ныне Он жил во плоти, то жил верою в Сына Божьего. Вот какой была Его благая весть. Он не говорил о том, действительно ли еще заповеди или нет, но сегодня у нас в церкви и за ее пределами. Разумеется, возникает такой вопрос, и ответ на него очень прост. Мы не беззаконны. Закон Божий 10 заповедей. И добрые наставления Писания все еще действительны и помогают нам, но они не помогают нам получить спасение. Они не являются средством и инструментом получения нами праведности. У закона совершенно другая задача, поэтому Павел в другом месте и говорит, что с одной стороны закон это проклятие, потому что мы не можем им оправдаться, но с другой стороны он и благословение. Павел говорит, что он свят и безусловно духовен, он благ, потому что закон Божий соответствует Божьей сущности, он отражает Божию природу. не обманывай, не кради, не прелюбодействуй, все это описывает сущность Бога. Он верен нам, и это, мои дорогие, мы должны увидеть и понять. Сущность закона заключается не в том, что мы им оправдываемся, и благодаря этому можем предстать перед Богом. Благословение закона Трояка. Во-первых, он действует подобно зеркалу, чтобы мы могли вообще осознать свои проступки. Закон должен не спасать нас, а помогать нам осознать, что мы ошибаемся. Будучи совсем юным, когда я еще ездил в гимназию на велосипеде, а учился я в гимназии Матиас Клаудиус, то есть я ездил из района Бельштадт, в другой соседний район у меня был свой постоянный маршрут, и на этом пути я проезжал мимо довольно большого участка с красивой лужайкой. Он находился на углу, и пешеходы, и велосипедисты обычно переходили и проезжали поперек, чтобы срезать угол. Я не знаю, как долго я так ездил, так продолжалось много дней, месяцев и даже лет. Я всегда проезжал через этот принадлежащий кому-то участок земли, и другие люди тоже. У нас и мысли не было, что мы вторгаемся на чью-то частную территорию. Но однажды утром, когда я подъезжал к этому участку, там вдруг появился большой знак с надписью «Частная собственность». Проезд запрещен. И что же было дальше? Я не помню точно, как именно я отреагировал. То ли я проехал до середины участка, а потом развернулся и поехал назад. То ли как-то еще, вот не помню. Или же я проехал в тот раз через лужайку, а потом перестал через нее ездить. Просто не помню этого. Как же подействовал на меня этот знак с написанным на нем законом? Он заставил меня осознать свое неправильное поведение. Этот закон помог мне осознать, что я грешил. И то же самое мы видим и здесь. И это просто невероятное благословение. Я благодарю моего небесного Отца за 10 заповедей. Благодаря им я могу осознать, что я грешник. Закон не спасает меня, но он дает мне осознание. Второе благословение закона заключается в том, что он действует так же и в обществе в гражданском смысле. Благодаря Божьим заповедям зло в мире в определенной степени ограничивается. Вы знаете, что Бог поместил свой закон в сердца всех людей, даже в сердца тех, кто не знает Библию. И они тоже в определенной мере чувствуют, что убивать человека это неправильно. И я думаю, что вы осознаете, что это неправильно. Если бы Бог не вложил в сердца человечества свои заповеди и свой закон, тогда, я думаю, мы бы просто не смогли все вместе ужиться в этом мире. даже даже сейчас уже ужасно наблюдать, как люди сражаются друг с другом, как они борются, как они воюют. Цивилизацию всегда упрекают в том, что она характеризуется ненавистью, враждебностью, насилием, обманом, предательством и неискренностью. Если бы по какой-либо причине у людей в совести и в сердцах не было Божьего закона, тогда все было бы еще гораздо, гораздо хуже. Мы могли бы просто исчезнуть с лица земли, поэтому это настоящее благословение, что Бог дал нам, людям, свой закон, и он действителен для всех людей. Ну и, наконец, в-третьих, закон — это Божие руководство к добрым делам, которые, рожденные свыше, совершают Божьей силой в своей обновленной жизни. Если мы не были спасены законом, но стали новыми людьми через веру в Иисуса Христа, то, конечно, тогда мы стремимся ко Христу и его совершенству и к закону, который реализован в нем. Вот чего мы хотим, но мы не отвергаем закон. Цель закона заключается в том, чтобы мы соответствовали Божьему стандарту. Закон говорит нам, как должно быть, но мы не можем этого достигнуть, но цель, наша цель быть такими же, как Бог, такими же святыми, такими же чистыми, покорными, как Иисус, быть наполненными любовью и быть совершенными. То есть быть такими же, как Тот, в Ком полностью исполнился закон. Этого мы тоже хотим, но путь к этой цели это не буква, путь к ней это сам Иисус. Иисус это путь к цели, которую мы не можем достичь при помощи закона. Надеюсь, вы меня слушаете, иначе вам придется самим читать то, что написал апостол Павел, а ведь именно это он в своем послании и пишет «Итак, дорогие мои друзья, мы не беззаконники, но мы жаждем исполнения закона в нас. И чтобы этого добиться, мы идем не по пути закона, а по пути через Иисуса. Он наша праведность и он наша святость». И вот что еще я хочу сказать вам напоследок. Вы наверняка помните историю о Никодиме. он жил по закону, он был книжником, так о нем написано в Библии. Его мучил один вопрос, и это был именно тот вопрос, который мы сегодня с вами здесь обсуждали. Он думал, достаточно ли того, что у меня есть? Достаточно ли моей верности закону, моей проповеди закона, и достаточно ли этого, чтобы войти в Царство Божие? И что же ответил на это ему Иисус? Привел ли Иисус ему еще несколько дополнительных заповедей, сказав, «Ты вполне хорош». «О мой дорогой друг, продолжай в том же духе, старайся еще больше умерщвлять свою плоть, еще больше воздерживаться, еще точнее соблюдай праздники и следи за тем, что ты ешь. Ты всегда должен следить за тем, что лежит у тебя на тарелке, и не есть того, что есть нельзя. Умей отделять добро от зла, и тогда все у тебя получится». «Разве так?» сказал Иисус. «Старайся еще сильнее». «О нет!» Он сказал ему, «Никодим, ты должен родиться свыше». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть царство Божьего». Но это не означает, что нужно вернуться назад в утробу матери, но означает то, что все твои усилия по соблюдению бессмысленны и бесполезны, дорогой Никодим. Такими темпами ты попадешь в ад, как и какой-нибудь атеист. Несоблюдение законов позволит вам обрести небеса, но крик о помощи. Боже, будь милостив ко мне. Будь милостив ко мне, грешнику. Господь Иисус, войди в мое сердце. Поселись в нем и позволь мне. быть единым с Тобою. Даруй мне новую жизнь. Позволь мне родиться свыше, только лишь в живой вере в Иисуса Христа, который сделал для нас все, и покоится наша с вами надежда. И тогда Бог Отец скажет не только Иисусу, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Он скажет так же, это мое возлюбленное дитя, мой возлюбленный сын, моя возлюбленная дочь, в которых мое благоволение во имя Иисуса Христа. Мы стали угодны Богу в Его возлюбленном Сыне. И вот это и есть благая весть. Мы живем не по морали, мы живем не по закону и не по каким-то соображениям о том, что правильно, а что нет. Мы живем по вере в Сына Божьего. Давайте сейчас еще раз повторим слова, сказанные Павлом. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И вот какие слова Павел написал в конце второй главы. Дорогие галаты, я не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер, но Он умер не напрасно. Именно в Нем и есть наша праведность. Надеюсь, вы очень этому рады. Аллилуйя. Да славится Его чудесное имя. Если сейчас здесь среди нас есть кто-то, кто еще не принял веры Иисуса Христа, то помолитесь Господу. Помолитесь Ему, чтобы Он послал вам праведность Христа, чтобы вы могли получить ее по вере, чтобы Он даровал вам новое сердце, чтобы вы родились свыше. И мы молимся вместе с вами. Сегодня может стать тем днем, когда вы будете искуплены от проклятия закона и приведены к свободе благой вести. Да славится благословенное имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы.